Всем добрый вечер, меня зовут Екатерина Бравит-Пенкова. У нас сегодня девятая лекция на тему влияния аддикции на тело. Все та же программа «Женщина в теле. Реальность, которая наполняет». И мы, наверное, с вами сегодня будем больше философствовать. Вот так бы я сказала, потому что данная тема, я считаю, что она касается всех. Буквально всех женщин, и нас с вами, и наших знакомых, и наших подруг, и наших клиенток. И, может быть, чисто дочерей или чисто матерей. Поэтому, как некоторые мне говорят, Катя, я независима, у меня нет зависимости. Нет ни алкоголя, ни сигареты, нет ничего. Я говорю, ну эмоциональная же есть зависимость. А, ну эмоциональная есть, да, или там еще какой-нибудь шапоголевский. Философизм, да. Ну, то есть все равно что-то есть. Это не хорошо, не плохо. Но если с этим жить невозможно, тогда с этим нужно работать. Да, всем здравствуйте, кто подключается. Я сегодня работаю без видеокамеры, потому что я на Шириланке. И здесь не очень хороший интернет. Поэтому, чтобы вы меня слышали, чтобы мы могли с вами взаимодействовать, я думаю, что моего голоса, который, кстати, еще акклиматизируется, и слайдов будет достаточно. Но постараюсь, постараюсь передать все, что я вам хотела сегодня рассказать. И может быть даже что-то, что я не планировала. Как обычно это бывает. В потоке приходит информация. Информация, кто первый раз у нас. Значит, это группа для женщин онлайн. Мы работаем, по вторникам у нас лекции, но эта лекция перенеслась с прошлого вторника. То есть завтра будет следующая лекция, десятая. И по пятницам у нас практики. Практики очень интересные, очень насыщенные. Тоже приходите. Или вы можете записи их слушать. Поэтому всегда рада новым участницам. Или вы можете записываться на консультацию. Телесно-ориентированная терапия. Это про тело, про психику, про взаимосвязь. Как одно влияет на другое. Как тело реагирует на что-то происходящее в голове. Как голова реагирует на что-то происходящее в теле. Но это так и все очень-очень просто. Но еще важно, что путь к целостному присутствию человека в мире начинается именно с целостного присутствия в своем теле. Мы сегодня поговорим, какое бывает ложное присутствие в теле. Из-за различных зависимостей наркотических и алкогольных. И людям кажется, что они действительно присутствуют в своем теле. Они действительно живут наполненной жизнью. Но это такая очень сильная, мощная люди. Также телесно-ориентированная терапия. Это про все-таки достижение психологического и физического комфорта. Улучшение качества жизни человека. Без каких-либо препаратов, медикаментозного лечения. Без разных других способов и способов, которые вредят здоровью. Поэтому, если нужно восстановить контакт с собственным телом, если нужно и важно восстановить чувствительность, отдельность частей тела, восстановиться после травм. Проработать свое тело и себя, при отвержении себя, своего внешнего образа. Какие-либо проблемы с координацией движения, с ощущением границ психологических, физических. Проблемы с навязчивыми состояниями, с весом и так далее. То все это, конечно, телесная терапия. Поэтому я рекомендую. Вот в принципе, да. В принципе, узнавать, познавать это направление. И если есть потребность в работе, то тогда работать. То есть, когда есть действительно нарушение контакта с телом, когда есть высокий уровень тревоги, когда есть какая-либо хроническая усталость, нарушение сна, или там постоянное какое-то внутреннее напряжение, потеря базовой безопасности, постоянное чувство тревоги, опасности вокруг, да, внутри, нет доверия, там, панические атаки, может быть, страхи. Все это тоже про телесную терапию. Но у нас сегодня специальная тема – это про зависимости. Я, на самом деле, не все написала, и не про все мы будем сегодня говорить. Это невозможно, тем более за час нашего времени. Но, в принципе, у всех есть одинаковые причины, практически одинаковые симптомы боли, поглощение человеком той или иной аддикции, и практически похожие выходы из зависимости. Да, поэтому мы сегодня будем начинать с таких, как наркотическая зависимость, наверное, здесь и про табакокурение, и про разного рода, да, наркотические вещества, о которых, кстати, вот именно в работе, да, все дальше и дальше в работе с клиентами я бы узнаю, и сколько много новых различных есть, про которые там, там бы, наверное, и не слышала никогда, да, и синтетические, и... Ну, вот сегодня мы про это поговорим, чтобы вы, наверное, тоже были в курсе, потому что мы живем, когда у нас растут дети, племянники, племянницы, сестры, братья, дети-подруг, да, иногда дети-подруг могут впервые прийти, может быть, к вам, чем к маме, да, потому что могут испугаться или еще что-то. Ну, то есть про это нужно, наверное, знать и просто, просто иметь в виду, что есть такие-таки проблемы, и также я вот все-таки думаю, что вы сегодня подумайте, и как про себя подумать, в какой теме, да, а если бы это было про меня, то в чем я и где зависимая, то задавайте себе такие вопросы, что мне мешает спать спокойно по ночам, да, кусочек булочки или там одна пачка, одна сигарета в пачке, да, которая уже заканчивается, и ночью нужно бежать за следующий, или недопитое вино в холодильнике, или там еще что-то, да, что, в принципе, тревожит, постоянно, ну, голову, да, занимает этим немысленно, а что я буду есть, или а что я буду курить, а что мы выпьем там завтра за ужином, да, или так далее, и так далее, и так далее, то есть просто честно, да, здесь не про то, чтобы быть там хорошей или плохой здесь, а просто честно с самой собой сегодня, наверное, можно с этим встретиться, раз вы зашли на этот вебинар, и есть возможность такая понять, осознать и глубже немножко погрузиться в это, и понимать механизм и причины, и зачем это лично вам это нужно, да, поэтому сколько я узнаю, читаю, общаюсь, работаю с этим, то на самом деле различия, да, в мужской и женской зависимости есть, и они заключаются в том, что именно женщины быстрее привыкаются к наркотикам, к алкогоду, да, вовлекаются в эти все истории, и здесь лечение самой наркотической зависимости или другой зависимости требует более длительного срока, поэтому, что сказать, потом уже реабилитация, да, и это только в условиях конституционара, если уже человек в эту беду, в это горе попадает, но многие говорят, это безвредно, это ничего страшного, я попробую или еще что-то, я пробовала это, я независима, я могу в любом момент бросить, вот фраза, когда женщина, да, говорит, я могу в любой момент бросить сигареты или там алкоголь или еще что-то, это уже звоночек, да, это уже звоночек, потому что не так просто на самом деле бросить, и не все так после этой фразы прям взяли и бросили. Вот, не знаю, согласны вы со мной или нет, или будем как-то сегодня дискуссировать на эту тему, напишите, пожалуйста, в чате, насколько это для вас, это важно, не важно, случайно вы здесь или действительно есть какой-то запрос, да, то есть как вы себя чувствуете, немножко давайте включимся, здороваемся. Здравствуйте, да, я Катя, я люблю пироженки и так далее. Ну, немножко у нас такая, может, да, сегодня не группа, но лекция об этом, об этом. Безвредных наркотиков не бывает, то есть даже самый безобидный табак, да, или, как говорят, там, да, крова, она же, это же так полезно, это же все для здоровья, она официально, ей там даже лечат, ну, на самом деле, то это вызывает череду необратимых изменений в головном мозге и нарушает нормальное взаимодействие нейронов. Ну, вот, как бы, как бы, что бы кто ни говорил, ну, есть какие-то факты, есть исследования, есть, я дам, кстати, сегодня еще фильм, да, посмотреть, ну, для тех, кто курит, именно художественный фильм, тоже дам, если напомнить эти завершения, я обязательно напишу на него. Был запрос о пищевой зависимости более нею, я буквально не еле даже мечтала о том, что все зависимы, кто-то от еды, кто-то алкоголя, йоги, практик, музыки, и психологи от обучения знаний. Ну, да, возможно, но есть зависимости, да, безопасные, например, плюс-минус, там, да, улучшающие, созидающие, а есть зависимости очень возрушающие, да, то есть если, ну, знания, там, обучение, это, ну, разрушает больше, чем алкоголь, или, там, наркотики, ну, значит, это куда-то, куда-то не туда, в какую-то секту попали, вот, поэтому тут нужно понимать, да, в какую область, что делает музыка, да, тоже, она либо, она разрушает, либо она, собственно, как-то исцеляет, вдохновляет, помогает. Мы про это сегодня поговорим, Валерия, да, то есть мы как раз переходим, что если уж быть зависимым, то, наверное, может быть, тогда, ну, все равно, если поменять этот фокус, да, там, про эйфорию уже больше идет история, про свободу, то в чем тогда я еще могу выражать свободу, эйфорию получать не в рябящей моему здоровью, да. Да, пищевое поведение, сказать, желаю лучшего. Хорошо, хорошо, вот про это, про все, да, мы сегодня с вами, прям я буду делиться каким-то своим опытом, и мы сегодня с вами будем про это говорить, потому что, как оказалось, я сейчас много работаю с подростками, с девушками, с парнями, и, то есть, наркотическая, почему я добавила эту тему, может быть, не всем она нужна, взрослым, но если вы психологи, или если вы работаете, или если вы сталкиваетесь с подростками в своей жизни, то это важно знать, что есть, ну, ряд особенностей, да, ряд особенностей, которые можно не заметить и пропустить. То есть, есть психологические факторы риска, если это мы берем наркотическую зависимость, особенности семейного воспитания, ну, знаете, вот как без этого, да, недостаток внимания ребенка со стороны родителей, какая-то сброшенность-заброшенность, там, беспризорничество и так далее, но также и является фактором риска и гиперопека, и гипер, там, любовь, да, и вседозволенность, и гиперматериальное обеспечение. То есть, сейчас мы пришли к тому, что родители в силу того, что жили бедно реализовались, да, например, ну, вот многим, ну, и так я беру плюс-минус, там, 35-50 лет, вот, наше поколение, да, 70-80-е годы реализовались и хотят все детям дать самое лучшее, да, что вот сразу тебе квартира, вот тебе машина, вот тебе образование. То есть, если сами достигали чего-то ранее, то сейчас есть такой вот, тоже такая тенденция, когда родители из-за того, что сами были бедны, знают, как это тяжело доставалось и так далее, они ребенка обеспечивают всем необходимым уже на вот таком вот на входе. И тогда это другая крайность, да, тогда очень часто подростков, он может не выдержать какой-то реальности, и он впадает там в депрессию, и если он находит что-то, то это может быть как суррогатный такой выход через там наркотические вещества, или там собакокурение, или алкоголизация, или там сексуальное действие и так далее, и так далее, да, то есть есть от недостатка, ну, то есть полярное заодно, и вторая от переизбытка всего, то есть есть дети недолюбленные, есть дети перелюбленные, да, грубо говоря, или как-то даже себе, вот такое долюбили, или, ну, да, больше, грубо говоря, перелюбили, вот, поэтому здесь тоже важно соблюдать какой-то баланс, важно соблюдать, смотреть, чтобы это было не из травмы, вот у меня этого не было, пусть у ребенка это все будет, ну, а из какого-то здравого смысла, все-таки, да, чтобы ребенок тоже смог формироваться, мог себе обеспечивать, знал ценность деньгам, знал ценность труду, и так далее, и так далее, и тогда у него будет потребность, естественно, соответственно, находить способы и компании, которые поддерживают его в развитии, да, в росте, в развитии, а не в каких-то таких не очень хороших историях, поэтому есть социальные факторы риска, это доступно, сейчас эти закладки, эти спайсы, кто знает, да, про это напишите плюс, кто не знает, поставьте минус, то есть сейчас для этого не нужно там чего-то очень там делать такого, что, например, раньше, да, как вот там было, сейчас все совсем-совсем по-другому у нынешней молодежи, и также социальные факторы, когда это доступно, когда это типа модно, когда это транслируется, да, то, конечно, тем более интернет сейчас, ну, мы все сами знаем, то это очень сильно подстегивает, молодежь попробовать за компанию, а я только одну, и так далее, и так далее, сейчас еще для недоставки можно заказать, очень важно, да, совершенно верно, поэтому сейчас вот у кого дети, там, 16-18 лет, будьте внимательны, смотрите, да, ну, как бы наблюдайте, что происходит, очень, опять же, родители тоже, я смотрю, наблюдаю, работаю, закрывают глаза, да, закрывают глаза, и вот даже как будто даже не замечают, ну, это как, когда, если там, например, изменяет супруг, много лет жена как будто не замечает, то есть такая позиция выгодна в чем-то, так и здесь, да, то есть если я замечу, то мне же с этим придется что-то делать, а что делать, да, что делать ребенком, который уже что-то употребляет, ну, то есть здесь из-за страха, из-за незнания, что же делать дальше, поэтому очень крутая книга, я вам сегодня дам ее тоже, «Жажда целостности» называется, Кристина Гроф, это жена Грофа, там вот, там она очень много исследований проводит, ее некоторые будут статы оттуда отдавать сегодня, то есть что, про что это, да, это про какую-то свободу, это про какой-то выход из-под контроля, это, они говорят, что когда я впервые это пробую, да, я чувствую, что все мои проблемы решены, я вернулась домой, еще там важным фактором является, что это может быть еще и, ну, то есть по наследству, но не сама зависимость по наследству, а какие-то вот поведенческие, да, факторы и так далее, психологические особенности. Вот что сейчас есть, и многих, может быть, и вы не знаете, да, слов, и я когда что-то искала, да, тоже что-то знала, понимала, не понимала, ну, когда мне говорят на консультации, например, подростки, ну, соль там пробовал, да, или там скорость, например, или там спайс, ну, конечно, это все узнаю, читаю, разбираюсь с этим, и это на самом деле очень опасные такие вещи, которые уже есть, вот уже есть вокруг нас, и с этим как бы это нельзя не замечать, да, поэтому даже выявить в организме человека сейчас присутствие спайсов и солей порой вот невозможно, из-за отсутствия каких-то ножных там систем и так далее, и, кстати, вот эти синтетические вещества, они очень на организм, на тело, на женское тело, так там вообще, ну, на мужское понятно, да, для парней, период, то есть под действием наркотических веществ они очень активны, они очень сексуальны, они очень энергичны, после действия они очень, ну, как бы, неактивны, не сексуальны, неэнергичны, у них нет сил, у них депрессия и так далее, и так далее. То есть, да, под воздействием они так чувствуют себя по-другому совершенно. И поэтому эти наркотики синтетические, они очень медленно разлагаются, и вообще практически иногда не выводятся из организма, и разрешительное действие очень нео. Поэтому эффект очень долго держится, до трёх суток бывает. Что дают эти ощущения вещества? Сила, энергичность, эйпория, бессонница. То есть, повышение активности, галлюцинации. И по окончанию воздействия наблюдается, что там и тревога, и страх смерти, и беспокойство, и проявляются фобии, и ломки начинаются. И человек вновь начинает искать, 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 только об этом думать. И он живёт в постоянном таком марафоне, в постоянном марафоне. То есть, сейчас вы можете, ну, это, в принципе, применить не только, ну, то, что я говорю, не только на наркотическую, на любую, да, другой вид зависимости, любой. Про питание, про сигареты, да, про алкоголь, то же самое всё. Поэтому, ну, это, конечно, серьёзно. Это, конечно, серьёзно немного. То есть, здесь уже потребуется, конечно, лечение. Из того, что я пока видела, прям, если работать с зависимыми, конечно, все рекламируют эти, там, сколько, 12 шагов, но там есть некие особенности. Ну, вот я сейчас недавно была в Испании, там тоже смотрела, такие интересные, закрытые отели, где, ну, как отели, дома, да, красивые, всё, где там на 2-3 месяца работают специалисты с такими людьми, пожалуйста, да, там у них всё специально, и психологи, и врачи, и наркологи, и всё. Ну, месяц это стоит 45-50 тысяч евро, да, то есть, ну, то есть, это всё лечение, конечно, недешёвое. И есть отзывы, когда пишут, что там, ну, не помогают, да, то есть, ну, тут такое дело. Не всегда люди, которые платят за это деньги, ещё и могут спасти, сникочные родственники, которые платят за это деньги. Вот, поэтому, что говорят люди, которые страдают в какой-то зависимости, которая тоже серьёзная стадия, да. Я всегда был не такой, как все, я всегда был крайним, даже в своей семье никогда не чувствовала себя дома, хотя меня принимали, я считала себя другим или чужим, или там ещё не одним. И вот Гроф, Кристиана, она, ну, приводит, да, пример, что даже человек, который употреблял, он думал, что его усыновили, потому что он никогда не чувствовал себя членом своей семьи. То есть такие дети, такие подростки, они чувствуют себя изгоями, и как бы, вот как будто им нужно, ну, им нужно куда-то, ну, на планетаре, да, вот так они и говорят, я не на планетаре, я в другой планете. Вот, что ещё важно здесь отметить, что много людей приходят в зависимости, когда их отвергли, оскорбили, когда ими манипулируют, да, когда у них там появляется боль, страх и так далее, и так далее. То есть, ну, это всё-таки банально, непонятно и истинно, просто хотелось бы ещё раз сказать, способ, который мы приходим в этот мир, действительно влияет на нас, точно так же это влияет на нас дальнейшая история. Развитие у нас шаблонов поведения происходит не только в результате психологического давления в детстве, но и как следствие наших дородовых и околородовых переживаний. А теперь мы вернёмся к нашей первой, второй лекции, да, когда мы говорили про бабушек, про дедушек, про маму, про папу, про беременность, про зачатие, про роды. Что было тогда с мамой происходило? Курила она, не курила, пила, не пила, принимал ли папа наркотики или нет? Что происходило, какие они, какой способ жизни у них был? Это очень влияет. И ребёнок, если сейчас что-то у него происходит, да, он не может понять, что с ним происходит, но если вы, если вы как психолог, или если вы будете в этом разбираться, или если это ваша история какая-то, будете разбираться, что происходило во время беременности мамы, во время родов, окей, даже если это пищевая зависимость, что было с мамой, да, что она говорила тогда, что она говорила вам, что она говорила себе, она хотела есть, не хотела есть, она закармливалась там как-то себя или вас, как, когда вы родились, что она делала, да, как она относилась к тебе, как она относилась к вам, чем вас кормили, там, слово такое, да, пичкали, не пичкали, ну, если мы берем пищевую зависимость, и так далее. Алкогольная зависимость, многие недооценивают, но я всегда, когда хотела вести эти лекции, я решила, что я об этом буду говорить, да, что бокальчик, винишко перед сном, или, там, раз в два дня литр пива, там, даже знакомые, и многие, да, говорят, что это ничего страшного, да, то, ну, на самом деле, это неправда, на самом деле, это неправда, и, конечно, никто не признается, особенно, там, их подруг или, там, сестер, я не знаю, матерей, да, никто, или, там, даже сами себе никто не скажет, да, я пью, да, то есть, нет, никто так не скажет, а я пока побью водички. Женская алкогольная зависимость обычно начинается в 30-40 лет, ну, то есть, такая уже серьезная, потому что в этот период именно какая-то причина душевных переживаний, страданий, может быть, развод, может быть, воспитание ребенка, одна, все тянет на себе, может быть, там, кто-то бросил или еще что-то, то есть, в этот период, да, если, там, 17-18 смогли баловаться, плюс-минус, то в этот период очень сильно идет такой, вот, может проявиться женский алкоголизм, поэтому привыкание, полноценная зависимость тоже быстрее у женщин, чем у мужчин, и даже если это регулярно, пусть немного, это уже такой первая стадия, первый сигнал беспокойства, поэтому, что здесь плохо, я поняла тоже, и с этим работаю, много про это тоже смотрю, читаю, говорю, осуждение, да, осуждение, да, осуждение, женщины чувствуют, ну, у них появляется чувство стыда, и тогда они скрывают, что они пьют, да, они могут там себе аккуратненько что-то где-то попивать, там, каждый день, через день, и это приводит к тому, что уже такое, ну, как пьянство, да, протекает скрыто, и поэтому дальше все больше и больше нужно здесь, как бы, алкоголя, да, но если поддержать, если, ну, там, направить специалисту, да, вовремя поговорить, и, в принципе, можно этого всего избежать, избежать, обычно начинается все с пива, вина, бокальчик пива, бокальчик вина, ничего страшного, то по выходным, потом в среди недели, потом в холодильнике уже надо, чтобы постоянно была бутылочка чего-то там, да, а потом вторая, третья и так далее, и так далее, то есть уже без этого вечер ужин, в принципе, у многих там не проходит, да, это вроде как норма, вроде как ничего страшного, и это ведет к повышению дозы алкоголя постоянно, если, там, ну, какие-то стресс, причина не убирается, да, причина не убирается, но обычно у женщин путь к такой зависимости начинается с пивного алкоголизма, как говорят, и бутылочка пива после работы или мартини с подружками в кафе вечером, как святое дело, вот, снять стресс, напряжение и так далее, но, что здесь важно, попытки женщины скрыть эту, да, тягу, есть такое первое, потом отсутствие критического отношения к своему поведению, то есть женщина сама себя не, ну, не саморефлексирует, да, потому что, ну, не наступает, не там, не интоксикация, ничего, там, бокальчик, полбутылочки, бутылочка и так далее, это, ну, вроде как иного, утром встала, голова не болит и уже хорошо, и оправдание попытки найти более-менее приемную причину потребления спирта, ну, как правило, понятно, да, то есть азина либо там с мужчиной, либо с свидетелями, в реале. Мне как-то вот попался на глаза пост у Ники Дровойской, этот пост, она написала такой очень яркий, там он имел большой резонанс, видите, тысячу там 300, ну, хотя он уже, наверное, полгода назад я просто делала скриншот, был размещен, и многие делились, и вот, знаете, вот такой даже, если вдруг сделаете скрин, да, может, там, кому-то, вот, пригодится такое для себя, или для кого-то из близких, или, может, ну, мало ли, да, там, хотелось бы кому-то помочь подсказать, ну, может, кому-то, там, отправить этот пост, не знаю, что не пей вина Гертруда, он называется этот текст, и Алуника говорит, я, возможно, удалю, или потом или после, или пожалею, но я хочу об этом сказать, да, и вы знаете, я сейчас просто искала этот пост, но, видимо, очень давно, потому что я не нашла, ну, видимо, очень, поэтому я себе его еще раньше сохранила, и она пишет, что она ведет тренинги, она, вот, как бы, консультации, она пишет, что очень часто она встречается с людьми и видит, там, на конференциях, на мероприятиях, что успешные, вполне подтянутые, да, безглютеновые, низкоуглеводные, обеспеченные, да, по бокальчику, женщины по бокальчику регулярно, и она вот так как-то мягко, но симпатичная, но очень так в лоб называют лакшери алкоголички, да, вот, то есть успеваются дорогими напитками и вот, как бы, аргументируя, что все под контролем, да, вот этот под контролем, он вроде-вроде-вроде идет, и потом, вот она там даже пишет, что потом вдруг квантовый скачок, вернее, прыжок вниз, и оттуда уже, знаете, ну, как бы, уже оттуда, ну, трудно вытащить, да, то есть если женщина вовремя осознала или там кто-то подсказал или дал руку и, ну, помох и как-то, да, сказал, а у нас как, не лезь, не твое дело, да, грубо говоря, вот, ну, и окей, то есть поэтому здесь вот просто, да, подумайте, посмотрите, насколько это тоже, ну, там, важно, и насколько это может быть даже у кого-то с близким, какая-то такая история происходит, и, может быть, пока там не слишком очень там поздно или еще что-то, можно как-то помочь подсказать. Так к чему я говорю, да, что зависимость, она также, ну, любая, да, это про то, что роль наследственности возникновения зависимости может быть только косвеной, генетически передается там какая-то черта характера или слабость, да, грубо говоря, характера, там не умение отказать, например, да, или какая-то жертвенность может где-то, да, такая вот, или заболевание какое-то, способствующее пониженной устойчивости к обидцам. То есть, ну, как правило, это такие, да, могут быть там программы, сновки жизнь-боль, судьба у нас такая, всем женщинам в роду не везет, да, там, отец-алкоголик, кому сейчас легко. То есть это такой стандартный набор, ну, вводить, ну, в объектив, ну, в поведении, в зависимом поведении, да, то есть это такой стандартный набор очень классных, как бы, отговорок. Очень часто вполне успешные семьи, в которых родители часто сами стягивают детей в зависимость, да, вот, может быть, вы тоже знаете, я наблюдаю, когда родители говорят, лучше пусть дома курят при мне, да, или лучше пусть с нами выпить, чем непонятно с кем где-то там, не знаю, под забором. Пусть пить сейчас с кем хочет, а то потом замуж выйдет в жизни, ничего не увидит с этими теленками. Поэтому пусть вот сейчас. Мы тоже это употребляли в их возрасте и ничего, выжили. То есть это родители, которые тоже, в принципе, где-то от чего-то и от чем-то зависимы, и которые тоже втягивают, вот, вот, как бы, очень так, да, активно своих детей уже тоже в это и не видят в этом ничего такого плохого. И одна женщина, выросшая в семье алкоголиков, вспоминает, что еще в детстве она клевать никогда не употреблять алкоголь, ибо в свое время воочию увидела его разрушительные последствия. Однако, выйдя замуж, она сдалась, потому что мой муж пил, она говорит, и мне не хотелось, чтобы он был в этом одинок. После первого бокала вина, говорила она, передо мной распахнулись двери целый новый мир. И я поняла, что именно то, что чего мне всю жизнь не хватало, так не доставало. В этот момент я почувствовала себя целью. Это то, про что я говорила в начале нашей лекции, да, что телесная терапия, это даёт целостность, возвращение в свое тело. У нас и тема называется, да, женщина в теле, реальность, которая наполняет. То есть это та реальность, которая делает целостность цели. Но вот и вот такие вот психотропные различные вещества, алкоголь, тоже могут делать людей целостными и свободными. Поэтому как здорово, что все мы здесь сегодня собрались и можем про это немножко подумать, порассуждать и понимать, да, а про что я целостная, где я себя и чем достраиваю. Что мне не хватает, что я употребляю, например, там, больше еды или больше алкоголя, или курю, да, много, или там, ну, или нахожусь в зависимых-созависимых отношениях, да. То есть эмоциональная зависимость, это очень, на самом деле, сейчас тоже является такой, ну, что я могу сказать, болезненность, да, болезненными отношениями, ну, некой болезни, да. То есть когда, ну, и причем и на физическом уровне люди это чувствуют, и на психологическом, конечно, им больно, да, от того, что они зависимы от другого человека, разрывают, говорят, разрывают, начаются изнутри, катком по мне проезжаются, режут, убивают, ну, грубо говоря, метафорически, да, там, когда не звонит, я просто схожу с ума и так далее. То есть эта зависимость от отношения с другим человеком, она заставляет человека отказаться от своих интересов, важных потребностей и жизненных ценностей. Любящий человек стремится творить и не приносить себя в жертву, да, вступать в диалог и не подчиняться. Но эмоциональная зависимость – это следствие каких-то нарушений детско-родительских, опять же, отношений, ну, куда же без них в раннем возрасте. И это заставляет недолюбленного человека во взрослом возрасте искать отношения, да, которые бы восполнили недостаток лапки и внимания, искать партнера, который бы дал бы ему то, чего недополучил в детстве. Ну, вот такая вот классика, классика, хочется сказать, жанра, да, то есть хочется настоящей здоровой там так далее и так далее любви, но почему-то невозможно многим различать, где настоящая любовь, а где мнимая. И когда клиенты говорят, я же так его любила, да, и когда мы начинаем разбирать, а что для тебя любовь, что это такое, как ты это понимаешь, ну, там одни страдания, да, там нет проуважения, ну, может быть, его восхищение им, но не уважение к себе, например, в тот момент. Там нет какой-то самобустаточности, там нет целостности и ценности себя, там нет, ну, как бы, какой-то, да, внутренний такое уважение к самой себе. И свою нездоровую привязанность очень многие ошибочно считают проявлением сильной любви к партнеру. Если жизнь сводит их с людьми, которые совершенно не интересуются их переживанием, то зависимых не любят их использовать. Причем зависимых не любят, и это сейчас, послушайте, да, это сейчас про все, про пищу, которую мы потребляем, да, рекламируют нам все, там, самые вкусные шоколадки, там, макароны, пирожные, да, зависимых не любят использовать. То есть это все маркетинг, это все использование, не только про отношения, но также и про сигареты, про алкоголь, это все про использование людей в своих, там, целях, ну, какими-то, там, масштабными корпорациями и так далее. Сильная личность будет унижать и подавлять слабую. Национальный зависимый человек получит место поддержки, разочарования, боли, страдания. С этим нужно работать. Говорят, что зависимость – это болезнь одиночества и непонимание. Ну, какого одиночества, где это одиночество? У каждого оно по-своему. Сейчас мы немножко про пищевую зависимость, вот даже говорили здесь немножко. И мы сегодня делаем, там, будет у нас пару практик. Нездоровая страсть в еде говорит о том, что нам в жизни чего-то не хватает. И с этим важно тоже разбираться, чего не хватает в жизни и что это за тяга такая. И зачастую эта тяга тщетно пытается наполнить нас энергией жизненными силами, заменяя какие-то эмоциональные потребности. Для того, чтобы побороть эту зависимость, нужно уметь отличить истинное чувство голода от ложного. Ну, кто, я не знаю, знает меня, читал, не читал давно, да, я голодаю периодически раз в полгода. И когда-то моё голодание, вот в прошлом году, в этом 7 дней у меня было, по-моему, да, 7 дней. Буквально, когда в августе, по-моему, было, да, 7 дней. И до этого, в феврале, 22 дня, или это в прошлом, ну, в общем, нужно посмотреть, я в Инстаграме пишу, 22 дня, да, я чётко различала, где чувство голода, где эта фантазия какая-то, где я просто себе накручивала, да, что я хочу, например, кушать, а где просто, ну, игры, игры мозга были такие. Всё это постепенно, ну, я не призываю голода, я просто делюсь своим опытом. Всё это постепенно. Начинала я с одного дня, потом с трёх дней, потом пять, девять, и вот до 22 самое максимум. И я понимала, да, насколько мы действительно мало знаем про себя, мало знаем про свой организм, мало знаем, что когда у нас чувство голода действительно истинное, когда ложное, когда это, как я говорю, да, можно просто попить воды иногда. И я там 22 дня пила воду, например, да, и это было тоже очень интересно. Чего мне по-настоящему не хватает в данный момент, нужно себе сказать, да, и что я могу сделать, чтобы удовлетворить данную потребность без еды. То есть, когда вы кушаете что-то, да, то есть важно выделить, где вы, что вы переедаете, какой это продукт, какая это, что там, да, содержится, это сахар, это что, это хлеб, да, мучное что-то, это, например, что-то жирное, жареное или это без разбора. То есть, что не хватает в конкретный данный момент и что мне по-настоящему можно еще с этим делать, что я могу еще сделать, чтобы удовлетворить данные потребности без еды. Обычно это там снятие стресса, переключение внимания, так же, как сигареты, да, как вот говорят, я пойду покурю вот пять минут и переключу внимание, да, там, я пойду поем, переключу внимание, я выпью, то есть настолько много стресса в голове, настолько много работы или там мыслей каких-то, что другого способа с этим справиться нет, да. Но если есть у вас что-то, что вы можете делать другое в этот момент, как вы можете переключаться, найти этот тумблер, да, и что можно делать в этот момент, может поставить мольберт и рисовать в этот момент, да, может там книжку читать, еще что-то, музыку слушать, то тогда это, в принципе, тоже такое некое изменение. Но к этому нужно прийти, нужно понимать и осознать проблему. И вот тоже есть такая, как бы, психолог, которая Анна Сметаникова, она советует некоторые правила, да, осознать проблему, да, что вы идите на эмоциях, когда вы идите на эмоциях, и тогда фиксировать свое реальное чувство голода. Например, с утра, например, вы точно знаете, что вы наедаете там вечером, да, или, например, вы очень голоден, вот прям с утра вам нужно проснуться и что-то скажет. Ну, и тогда это там голод, да, и когда это на эмоциях, и научиться замечать и фиксировать свои мысли, когда вы начинаете есть на эмоциях. Просто отслеживать, выписать чувства, которые вам тяжело выражать, если это там, например, страшно или сына за что-то или еще что-то, про свое тело, может быть, да, какие-то чувства. Корите себя, критикуйте себя, поели, а потом там, что у вас приходит сразу после того, как вы поедите, да, что у вас приходит сразу после того, как там покурите, выпьете много, ну, то есть, что случается, да, какая-то критика к себе, или, ой, класс, я так классно поела, так объелась, мне аж прям хорошо, да, или, ой, я так классно напилась, ой, так накурилась круто, что происходит после этого, да, то есть, либо это, ой, мне так плохо после этого, да, и все равно, как вот, ну, продолжают, ну, многие там, да, все равно опять это же состояние, нужно его просто уловить и осознавать, насколько сейчас вы, вот, ну, как бы, в каком состоянии, осознанным или нет, дать себе время и позволение выражать эти чувства через что-то, да, там, через буксирование, критик, танцы, спорт, теннис, плавание, и помощь, там, психолога все равно нужна, или коуча, коуча по здоровью, или групповая терапия, все равно это все работает. Вот есть классная практика тоже, техника работы семейной истории, по-моему, у книги Артема Федорова, вот я ее обнаружила, там нужно исследовать, кто в вашем роду страдал, например, от переедания лишнего веса, да, то есть нужно посмотреть, почему, что у них там такого было, или наоборот, да, недостаток был, еды, голодали, там, еще что-то, ну, что там было, представьте, что вы не можете переедать, там, например, нет еды, или запретил врач, или хочется там, ну, как бы сбросить въехать, или какая-то билета назначена срочно, или вы куда-то уехали, что вы чувствуете в этот момент, да, какие эмоции возникают, потому что, когда, например, там, ну, человек, ну, разные бывают ситуации, да, там разные бывают, что там едет где-то, нет еды, или еще что-то, ну, все равно же справляется, да, то есть какие эмоции тогда возникают, там может быть напряжение, это может быть гнев, раздражение, тревога, что происходит, когда вы не получаете свою пищу, какие эмоции, важно прям найти эти эмоции, и осознайте, что меняет, заменяет вам еда, что заменяет вам еда, есть очень классная практика, вы берете, ну, например, там, продукт, и я уже, по-моему, рассказывала на какой-то группе, но вот повторю сейчас, вы берете продукт, который больше всего всегда едите, вот не можете остановить, там, шоколад, например, да, или там булочки, или хлеб с маслом, там, не знаю, или мясо, и есть у вас такой продукт, вот, может, если кто хочет, можете написать, сейчас мы его поразбираем. Если у вас есть такой продукт, то можно его подумать про него, написать его, или как-то там. Ну, давайте кофе, да, кофе, например, а Риана берет конфеты. Елена, с кем у вас ассоциируется кофе? Риана, с кем у вас ассоциируется конфет? Прям можно написать там, ну, не по именам, а там муж, мама, дети, ага, ага, вот. Хорошо, чего от мамы вам не хватает, вот, на данный момент времени? То, что первое приходит, как, чего от мамы вам не хватает, какой может быть эмоции? Про кофе даже не знаю, я сама. Чего вам от самой себя не хватает? Чего вам от самой себя для себя не хватает? И вы пытаетесь еще ее конфетами усилить. Что-то здесь не то. Понимаете? Вот где конфликт. То есть, чересчур я много в моей жизни, и конфет много в моей жизни. То есть, вы еще подсознательны, какого качества ее много в вашей жизни. Может быть, то, как ее много, вам бы, вам это не то, а вам бы хотелось от нее чего-то другого. Да, мамы, может быть, по-разному много. Может быть, например, гипер какой-то заботы, и тогда вы как бы усиливаете, да, то есть, а вам бы хотелось чего-то другого. Вот. Ну, то есть, важно понимать через конфеты, почему вы тогда усиливаете ее присутствие. То есть, возможно, вам бы хотелось ее качество, ее присутствие, чтобы оно было более, там, грубо говоря, сладким, а оно более горькое, там, в вашей жизни, или еще что-то. Вот. И как вы тогда это можете на бытовом уровне, да, на физическом уровне поменять, изменить? То есть, какого качества ее много в вашей жизни, и чтобы вам, и тогда ваша потребность в конфетах, она тоже не такая будет большая. Ну, то есть, тут точно, да, работать про взаимоотношения с мамой, а у Елены точно работать про взаимоотношения с собой, да, что я себе не додаю, что я себе добираю через кофе. Понятно, да, это то есть, что я добираю через кофе. Когда я пью кофе, то я какая? Да, там, например, ну, я не буду сейчас свои какие-то предположения дать, но вы сами сейчас дополните. Нужно о том, что это и так. Кофе – это приятная пауза, набор сил. Наверное, это про отдых и тона жизни. Когда я пью кофе, я отдыхающая, да, то есть, я позволяю себе расслабиться. Горький вкус – это про мазохизм, мне нравится вкус и запах. Ну, если вам интересно, почему вы сюда это слово добавили, кстати, хотя не для всех горький вкус – это про мазохизм, возможно, это для вас такая ассоциация. И почему я тогда себе, где я к себе отношусь мазохистически, да, как вы пишите, то есть, в чем я себе тогда, вот, противоречивая получается. И я отношусь, когда я отдыхаю, да, то есть, когда мне нужен отдых, почему я его делаю таким мазохистическим. Вот. Ну, то есть, тут поисследовать – это очень интересно. Смотрите, у нас было только одно входящее данное, да, это продукт какой-то, какой-то продукт. И вот так можно с ним взаимодействовать через то, с кем ассоциация. Это практика, да, просто есть разные практики. Это одна из практик. Через разные ассоциации, через то, чего вам не хватает от этого человека или, ну, в этой истории. Ну, отлично, чудеса просто, хорошо. И вспомните, когда вы научились заменять эти чувства едой, кто вас этому научил, да, то есть, что вам заменяет, осознайте, что заменяет вам еда. Спокойствие, любовь, наслаждение, радость, безопасность, например, да, чувство отдыха. И вспомните, когда вы научились заменять эти чувства едой, кто вас этому научил. И попробуйте сейчас выполнить упражнение, разотожнествление называется оно. Представьте, что за вашей спиной стоит ваша мама с левой стороны и ваш отец с правой стороны. Они положили свою руку, левую, свою правую и левую руку вам на плечо, соответственно. Ваш отец с правой стороны, да, положил вам левую, он получается, свою руку на плечо, а мама на правое плечо, ну, наоборот, да. И за ними стоят их родители и держат свои руки на плечах ваших родителей. Вот просто попредставляйте, да, себе. И дальше, а за родителями родителей и так далее. И представьте себе, как можно больше предков в таком же порядке и скажите, я признаю, как ассоциация, там, передание, да, конфетами равно и та выгода, да, которую, там, что вам заменяет, ну, например, или то кофе – это отдых, да, передание – это отдых, поддерживала мою безопасность. Я признаю, что по этой причине я удерживала, ну, мазохистически мы забыли добавить, я признаю, что по этой причине я удерживала эту ассоциацию, я признаю все семейные истории, все травмы, связанные с этой ассоциацией, да, и тоже урианы, когда было слишком много, да, может быть, в жизни мамы было слишком много ее мамы или еще что-то, то есть тоже там какая-то была скрытая выгода. И я отпускаю все программы моих предков, которые вредят мне и моему здоровью сейчас. Я отпускаю все программы моих предков, которые вредят мне и моему здоровью сейчас. и все это да все это она но и сейчас мы еще потом одну практику делаем это такая пока водная и все это то что алкогольная зависимость игровая сексуальная эмоциональная наркотическая табакокурение пищевая связано часто и с сенсорным голодом там очень много общего и с пищевым каким-то голодом причем не только в биологическом и психологическом и социальном плане но вот центрный голод это нехватка все-таки тактильного здорового контакта между людьми один терапевт хайди макбен отмечает что телесные взаимодействия также важны для человека общение там достижения и так далее без них могут пострадать и психическое и физическое благополучие также это подчеркивается другой терапевт в беседе там 1 до 2 она рассказывает о том с какими последствиями сталкивается человек не получаешь ищи достаточное прикосновения и объятия и всякое отсутствие тактильного контакта приводит к повышению общего уровня тревожность и склонности к депрессии и люди в такие моменты чаще злоупотребляют психоактивными веществами и даже задумываются там о самопровреждении что мы сегодня тоже затронем и про суициды поэтому всего ну тут такая простая казалось бы до рекомендации всего одного объятия в день достаточно для того чтобы вернуть человека в норму то есть зависимость тоже наблюдайте и как сенсорный голода чего не хватает человеку он может говорит а у меня есть и семья и объятия а чьих объятия может не хватать может обнимать муж но это не против объятия объятия может знаете не хватит чей бабушкиных например вот мужчины на терапии так вот как-то случилось мы работаем много и мы часто вспоминают именно там бабушку да или там деда своего или вот как бабушка обнимала так вот никто не обнимал да и человек в мыслях в поисках такого чистой бабушкины такой любви он может мы уже вот как бы уходить в поиск вот этого чувства чистого другие отношения которые не совсем да такие подходящие или вот в какую-то зависимость для того чтобы немножко эту боль притушить потому что иногда бывает что были там мама или бабушка так только любили там или еще кто-то то есть это очень важный такой момент мама и бабушка давали еду вместо всего остального ну вот видите елена туда значит работать видите у вас эта история это нам сейчас ограничение организма сенсорный голод отсюда депрессия высокий уровень да 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 вот в этой кстати статье там дальше и было да что во время пандемии они сделали исследование вот ну то есть вот эту статью дальше я уже не стала добавлять как раз хотелось рассказать да как раз и люди что делают конечно уходят депрессии ну и вот исчезают по сути потому что не выдерживают очень сильного напряжения ну такая вот какая-то сейчас история да да что нельзя прикасаться нельзя касаться то ну это самая сильная потребность на самом деле да людей очень много а сейчас как бы такая сильно ограничена и те у кого конечно нет поддержки они в первую очередь сдаются здесь и используют да я кстати была когда в турцию путешествовала четыре с половиной месяца я там была и общалась с людьми для них это для них это катастрофа они говорят они думают что они-то закрывали нам кафе и отели ну понятно да что как бы но нас не это убивает нас убивает то что мы не можем друг другом общаться ну то есть даже не не про бизнес они говорят а про вот такой вот недостаток вот встреч сообществ встреч контактов друг с другом да и многие готовы рисковать даже но встречаться и это же и целительно лечебно видите все сейчас поменялось и наоборот кажется что не нужно встречаться чтобы сделать плохо другому в общем очень много здесь вопросов на самом деле мне кажется что мы многого не знаем и есть какие-то только уже факты которые мы можем наблюдать и уже то что когда меня спрашивают как я отношусь ко всему этому я отвечаю что надо заниматься своим иммунитетом максимально да то есть как бы так жажда целостности существует множество симптом ну и конечно бросать курение алкоголь ну там кто есть что-то вредное неполезное тогда вот ну то есть это важно важно чтобы чувствовать себя здоровым чтобы быть как-то активным чтобы не чистый разум чтобы уметь быстро адаптироваться быстро передвигаться потому что и да она очень сильно вызывает если но поел человек очень хорошо плотно то он не о каком-то там каком-то там вдохновении там не знаю и какой-то чистым чистых мыслях там тяжело очень думать да хочется сразу как-то вот наземлиться очень мясо естественно это заземляет очень сильно тоже мясо и такие все истории мучные продукты поэтому ну вот немножко отошли от темы мы с вами жажда целостности обязательно купите тоже я скину кстати умеет если напишите мне в килограмм я вам скину эту книгу жажда целостности а если вы хотите мы с вами я вам с вами и поделюсь существует можно множество симптомов и проблем связанных с состоянием зависимости которые специфичны именно для этого состояния однако его более глубокие более существующие атрибуты пробуждения по видимо присущи всему человеческому опыту рано или поздно большинство из нас той или иной степени переживают пустоту одиночество чувство неполноценности идеализм или духовное отстранение мы распознаем в себе недовольство желание избежать страданий и склонность искать ответы в различных видах деятельности в веществах или отношениях но по сути путь к самому себе да путь к самому себе путь к самой себе это для женщины наверное это то что то что я как-то наверное проживаю и поэтому могу наверное этим вылиться я как-то про это про какую-то самодостаточность про самореализованность про то что в первую очередь найти себя да не через что-то или кого-то а понимать кто я да для чего я что я делаю и что мне нужно для того чтобы расти развиваться и быть здоровым и потом чтобы тоже справляться там через двадцать тридцать сорок пятьдесят лет с собой и со своим здоровьем а у меня есть такая практика где мы встречаемся женщины сам собой семидесятилетний и вы только задумайтесь можно даже сейчас раз мы тоже подумали пришли к этому а какой я могу быть в 70 лет да и попробуйте представить просто тот образ который вам первый придет иногда хочется представить что-то получше но приходит то что приходит какой я там вот кто у нас на связи валерия да буду в семьдесят лет какой я елена буду в семьдесят лет какая яриана в семьдесят лет какая Светлана Алена Виктория какая я в семьдесят лет я даю одну минутку сейчас чтобы вы посмотрели на одежду лицо обувь себя в этом возрасте и посмотрите на свое тело на свое здоровье и чтобы она вам семидесятилетняя сказала оттуда сейчас вам в этот настоящий момент что делать чего не делать как дальше двигаться и к такому ли образу и к такому ли вы семидесятилетию хотите прийти и что она вам оттуда говорит да что на что сейчас может не стоит обращать внимание или на что стоит обратить внимание как сейчас еще больше позаботиться о себе чтобы быть такой спокойной красивой не спеши говорит вот у вас значит такой да такой такая рекомендация хорошо поблагодарить ее нет у кого еще тоже какой образ пришел насколько вам он комфортен не комфортен реально береги свои ноги и позвоночник ну видите вот что что еще можно добавить значит это то на что надо сейчас обратить внимание значит пойти по на обследование посмотреть что там да ноги позвоночник конечно надеюсь что активно ухоженный сделан по душе я всегда готова к решению говоришь нужно быть верно тебе и своему делу вот ну видите вот пожалуйста за час мы с вами пришли к таким отличным хорошим рекомендациям от самих же себя туда но бывает мы разных можем встретить до себя в 70 лет и хорошо когда ну такими ну вот. ну такие вот да образы а бывают я себя не вижу в этом я уже спела ой 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 и она мне говорит бросай кури вот а некоторые видят себя всеми с татуировочками в шляпах и так далее ну то есть это честно да это честно то есть если я буду продолжать так жить как сейчас то к чему я тогда приду через 20-30-40 лет? И что тогда я сейчас поменяю, чтобы не прийти к тому образу, а прийти вот к этому образу, например? То есть что мне сейчас тогда нужно перестроить в своей жизни? Никто-то же это за меня будет делать, никто же это поменяет. Вот сейчас, например, если болит то-то, то-то, а в 70 лет раз и не будет ничего болеть. Конечно. Значит, сейчас важно уже заниматься. Заниматься питанием, заниматься своим состоянием, заниматься нервами своими, заниматься своим отдыхом. Всем этим нужно заниматься сейчас, не завтра. Приезжайте ко мне на Штиланку, вон соседний номер свободный. Будем ходить, гулять, купаться в океане и кушать манго. Информационный океан с программами. О, вот как раз океан с программами. Информационный океан с программами вокруг нас сейчас. Чтобы вы понимали, это те программы, которые чаще всего встречаются в окружающей действительности данного конкретного человека. То, что загружается, то и воспроизводится. Если в семье неблагополучно все время идут новости по телевизору и так далее, и двор такой, и люди приходят странные, и какие-то непонятные ребята, девчата, то это и загружается того или иного человека. И если, например, другое окружение, другие программы, другие люди вокруг, то, конечно, это будет. То есть посмотрите сейчас, а что вас окружает в том, что вы, например, в чем вы там зависимы. В какой-то там, например. То есть если это, ну, очень часто, кстати, еще пищевые там какие-то зависимости, они очень сильно связаны с тем, что едят окружающие, да, то есть с семьей. Но я же не могу им готовить другое, я тоже это хочу, да, то есть или я же не могу там, ну, как бы по-другому, ну, я вот срываюсь там или еще что-то. Поэтому вот здесь вот как-то важно. Так, Катенька, уже нужно организовывать ретрит. Точно, отличная идея. Куда, когда едешь? Приезжайте. Я здесь еще месяца пять. Пожалуйста, в любое время. У вас будет индивидуальный ретрит. Берите билеты и кладите тепло. Не, ну, как бы я не хочу что-то организовывать, да, здесь специально, какие-то даты. Поэтому кто, если кто-то приедет, приедет и кау-бу. Вот, так что это все. Здесь очень, кстати, много прям женщин, девушек. У нас там есть чат женщины из Шри-Ланки, девушки из Шри-Ланки. Ну, прекрасные все. Поэтому точно что-то буду организовывать, ну, уже так спонтанно на месте. Так, что мы еще? Вот, поэтому нужно переписать программу. Нужно в лето, чтобы всем было не так. Что еще хотела сказать? Что еще хотела сказать? Что? Практика. Практика. Возьмите сейчас ручку, листик. Возьмите ручку, листик. И нарисуйте свою зависимость. Нарисуйте свою зависимость. Ну, которую вот вы сегодня про себя подумали и про... И поняли. Ну, или давно понимаете. Нарисуйте свою зависимость. А это точно. Один винтал, другой, другой. Ну, да. Хорошо. Давайте поработаем. Нарисуйте свою зависимость. И какая она? Какой ее образ? Сколько ей лет? Какая она? Какой ее образ? Сколько ей лет? Где она находится? То есть попробуйте понаблюдать, где она находится вообще. Я нам с вами, вокруг вас, внутри вас. Сегодня. control. Конец. Наше. Правильно. И над optimize. Сергей. Как она влияет на ваше тело? И какую роль функции выполняет этот образ? То есть, вот что это за образ такой, да, и что? Какая функция? Если ее не будет, зависимость этого образа, эта функция, что тогда будет? Чего на самом деле не хватает этому образу? Попробуйте его вот объяснить, если в физическом, да, он в таком плане проявлен. Например, грубо говоря, вот это из опыта и практики берем, да, то есть при нарисовании своей зависимости клиентка нарисовала, ну, красивую такую вот, какую-то дорогую там чего-то бутылку. Вот, да, и она была у нее пустая, да, и чего не хватает на самом деле. И она здесь джинном рисовала, вот. Ну, и она говорит, там, волшебства не хватает, веры в чудеса, какого-то вот сказок, да, там, чего-то, и в детстве. И не хватает ей, там, мамы, которая ей, там, читала сказки. Ну, то есть оно все взаимосвязано, поэтому и вы посмотрите на свой образ. Чего на самом деле не хватает этому образу? Где настоящее место этого образа? И теперь, когда вы ответили на вопрос, где она нужна, где на ногу ходит сюда, да, то есть этот образ, эта зависимость, что здесь может появиться на ее месте, на месте этой, зависимость на месте этого образа, будем так говорить. Если вы отправляетесь на настоящее место этого образа, да, куда, куда ему там дорога, а что может появиться на этом месте тогда? Что бы здесь появилось на этом месте? Ну, вот у нее появилось на том месте ваза и там. Например. А у вас что может появиться на этом месте? Какого цвета, какой формы? И какую новую задачу может выполнять этот новый образ? Тогда было слово наполненности, да, то есть вот эти котленки, наполненность. Наполненность, красота. То есть это про себя, да, наполнять красотой, не пустотой, не пустая бутылка, да, была? Не пустотой, а наполненностью вазы, да, цветами. А как у вас? И как бы вы присвоили себе вот этот второй образ, который там появился? Про что он для вас? И какие вы ощущения в теле сейчас? И какие ощущения в теле сейчас? После этого. И что бы хотелось сказать самой себе? И какие первые три шага вы готовы сделать, чтобы вам это было не в тягость? Чтобы вам это было не в тягость? Какие первые три шага вы готовы сделать, чтобы двигаться к этому? Какие три шага вы готовы делать, чтобы вам самой этого захотелось? Сейчас мы с вами посмотрим, что вам в этом мешает или кто? И что вам в этом поможет или помогает? И первый вопрос вы задаете, что мне в этом мешает? Переходим по ссылочке в чате и задаете вопрос, и там будет такая практика открыть карты, да? Кто уже делал такую, сейчас я покажу, захват экрана включу. Что мне в этом мешает первое? И что мне в этом поможет? Вы переходите по ссылке в чате, если вы видели. Вот она ссылочка. Что мне в этом мешает? Что мне может помешать? И что мне поможет? Откроете одну картинку и потом другую картинку. И если у вас есть ответ на этот вопрос, то вот такая вот практика, как она вам. И вы можете... Вот она и есть. Так, что вам в этом, например, мешает? Вы открываете, у вас будет любая какая-то там картинка своя. Ага, видите, какая интересная у меня картинка. Как раз очень вот в нашу тему. Суешь, чего тут только нет. Что в этом мешает, да? И можно это разобрать. И что мне поможет, например. И вот, я сталкиваюсь с трудностями этого дня, с мужеством и выносливостью. Видите, как интересно и точки, и кактус. Ну вот, интересно, да? Прям. Это случайно, и тут просто открываются случайные картинки. И можно еще сделать вопрос, какой вам будет следующий шаг, да? И вы еще открываете одну картинку для себя. Ага, то есть опять такая же. Ну, еще раз. Какой вам будет следующий шаг? Очень интересно. Пойтись, письки. Прекрасно вообще. Ну, для меня здесь больше про компанию все-таки, да? Все-таки больше про компанию и про вегетарианскую пиццу. Так, такие вот дела. Хорошо. Вот такая у нас сегодня была лекция, такая у нас сегодня была практика. Я еще хотела рассказать про женский инфентилизм и про самоповреждение self-harm. Но мы уже оставим это все на завтра. И что еще мы, с чего мы начинали сегодня, и что бы хотела сказать. Что практики есть различные. И творческие, и образовательные, и медитативные, и духовные, и дыхательные, и языковые, и спортивные, и психотерапевтические. Для того, чтобы разобраться с тем независимостями, которые есть. И для того, чтобы, ну, вот как-то вот без, грубо говоря, без фанатизма. И там, и здесь. Но то, что мы работаем, мы работаем все-таки про какие-то проявления себя. Про контейнерование образов внутренних на рисунке, на творчество. И это вот даже две клиентки, которые в Инстаграме разместили свои работы, после работы, ну, совместные на консультациях. Да, стали красиво так, впервые, красиво рисовать и писать картины. И очень благодарны за то, что все-таки как-то это приятнее, да, чем, ну, какие-то другие истории. Вот, поэтому, что нам важно сейчас себе сказать. То, что случилось, я буду использовать для себя как источник силы. Это первая фраза. Собственная соселяющая фраза. Я сделаю так, чтобы из этой истории родилось что-то доброе. Это вторая фраза. И теперь я понимаю то, что. То есть вам нужно как-то какой-то такой вот осознать процесс, да, который происходит с вами, может быть, или с кем-то. И понять это, и дальше двигаться к себе. Тебе, заботиться о своем теле, дружеский, теплый контакт со своим телом иметь, поддерживающее, безопасное, понимающее окружение. Слушать, когда тело говорит нет, да, то есть когда тело говорит нет, хватит, то есть доверять ему, разговаривать с ним, не забивать его в дальний угол. Максимально комфортный дом и климат находить для своего тела. Все, что мы думаем, чувствуем или делаем воздействует на тело, да, то есть важно самой себя не оскорблять, не обижать, не критиковать, не самоуничтожать и так далее. И наша любимая мантра, родное единственное тело, скажите себе, сейчас мое тело. Я прошу меня простить, если ты соприкасаешься с тяжелыми, трудными воспоминаниями, историями, событиями. Я прошу тебя отменить все негативные программы, связанные с болью и напряжением в моем теле. Я все осознаю, угрозы существования на данный момент не было и нет. Я прошу тебя расслабиться, восстановить все то, что было повреждено в ситуациях, которые я вспомнила. Прошу вернуть мне мою силу и энергию. Я благодарен тебе, ценю тебя, люблю тебя. Ты же мое, скажите, ты же мое тело. Поэтому что еще? Поэтому почувствуйте, что вы чувствуете сейчас в своем теле, расслабление или напряжение. Какое у вас дыхание, ровное или спокойное. И двигайте тело, меняйте положение, замечайте его. У нас началась практика, была она в прошлую пятницу, но связь немножко прерывалась, поэтому мы будем продолжать в четверг эту практику. Если кто хочет, присоединяйтесь. И в пятницу у нас уже будет новая следующая практика, так как завтра и другая лета. И практики творческое тело, тело в музыке, тело как текст, тело в живописи и так далее. Завтра у нас тема анестезии, операции, последствия медицинских мешателей. Если у вас что-то было такое, включайтесь. То уже про анестезию, наркоз, возвращение в тело, психологическая адаптация после операции, необратимые какие-то последствия, новое тело, старые травмы. Если что-то вдруг как-то пересекались с этим, тоже можно включиться и будет. Женская психосоматика и питание, это еще отдельно будет у нас тема 11 и 12 экзистенциальное тело. Вот в принципе все, вот в принципе все, что у нас, книги еще у нас есть к сегодняшнему занятию. Некие, да, про зависимость и про еду, и про отношения. И вот книжечку «Жажда целостности» тоже пришлю. Ну, если что, будет еще. Ну, кто мне написал или напишет в телеграм. И всех благодарю за внимание. Мы будем уже завершать, наверное. Вот, завершать. И вам спасибо большое, что вы включили, что мы немножко пообщались, что вы что-то спрашивали, я вам что-то обещала. Я надеюсь, что мы еще с вами пересечемся. Да. И вы тоже включитесь. У нас осталось всего лишь 50, 11, 12, до конца месяца три лекции, до конца года. Поэтому все лекции, еще раз напоминаю, есть, я очень рекомендую посмотреть первую, вторую, ну, там дальше, как уже по желанию. Прикрепила я сообщения в чате, да. Конечно, практики, которые мы делаем, они хороши. Я без ложной скомором, если это буду говорить. Елена здесь, по-моему, присутствует, которая тоже на практике, да, ходит. Вот, да, Елена говорит, точно. И я думаю, что это только тоже на пользу и на работу с собой, и такие хорошие какие-то встречи с собой, со своим телом и с пониманием себя глубже и больше. Еще раз немножко извиняюсь за голос, это все-таки аффлематизация у меня и, ну, то, что вот, как бы, две лекции у нас подряд. Это как раз у меня просто был во вторник прошлый перелет. Все, обнимаю вас, чтобы никто не испытывал сенсорный голод. Обязательно, да, чтобы все получали только хорошее впечатление. Наполняйтесь, осознавайте, любите друг друга и до скорых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова